Привет, друзья! Фотографии для нас стали чем-то обыденным. У многих людей есть телефон с неплохой камерой, на котором хранится тысяча хороших и не самых удачных снимков. Осталось мало людей, которые каждый месяц печатают фото в альбом, ведь в основном они копятся на телефоне, а потом теряются где-то в облаке. А что через 30 лет мы будем показывать своим детям, внукам и правнукам, увидим уже в будущем. Если задуматься, с каким трудом делали снимки и что для этого нужно было, сразу бегут мурашки по коже. А сейчас давайте посмотрим на фотографию прошлого века, которая спустя много лет сохранилась и приковала к экранам тысячи заинтересованных и озадаченных взглядов. Перед вами самый большой групповой снимок, сделанный в 1903 году. На нём уместился в полном составе лейб-гвардии Кексгольмский полк, а это не больше не меньше 1000 человек. Только задумайтесь, на фотографии 25 рядов, в каждом около 50 человек, и каждое лицо можно рассмотреть до мелочей. Разрешение снимка позволяет увидеть в траве на переднем плане окурки папирос, увеличить каждого гвардейца и рассмотреть его в деталях, а это при условии, что размер кадров всего 42 на 94 см. Почему даже сейчас, делая групповые снимки, обращаются к фотошопу и различным редакторам, а 120 лет назад получилось создать настоящий шедевр? Имя человека, который сделал этот кадр, к сожалению, неизвестно, но фотограф однозначно был настоящим профессионалом, а фотография, скорее всего, была напечатана контактным способом со стеклянного негатива. Есть предположение, что негатив для такого масштаба был сделан под заказ, либо загадочный фотограф собрал его сам. Про создание самого снимка информации очень мало. Например, в Государственном военно-историческом архиве хранится хроника полковой жизни Кексгольмского полка за 1905-1910 годы. В этом документе описана почти вся жизнь и быт полка. Речь идёт о самых мелких происшествиях, не говоря уже о крупных событиях, однако нет ни строчки о нашумевшей фотосъёмке. А вот путешествие столь старого снимка началось практически с момента его создания. Он попал в коллекцию Евсея Самойловича Бялова, который собирал старые кадры и был знаком со многими фотографами того периода. Впоследствии, в 50-е годы, коллекция Бялова станет основой для Музея истории фотографии. В 1993 году коллекция Бялова была передана Союзу фотохудожников, а уже там фотограф Светлана Пожарская взяла эту большую фотографию для своей книги «Фотомастер». Вскоре кто-то отсканировал снимок из этой книги и выложил в сеть. Она проделала такой огромный путь, чтобы мы могли разглядывать и строить свои теории её происхождения. Фотография Кексгольмского полка смогла вдохновить режиссёра и документалиста Бориса Лизнева снять фильм «Полк Смирна» в 2006 году. В результате получилась 20-минутная панорама. В ней использованы фрагменты писем, а также дневниковые записи офицеров и солдат того времени. По экрану проплывают лица одно за другим, а голоса за кадром демонстрируют новую историю фотографии. Картина удостоилась гран-при на фестивале «Мировоззренческое кино», а ещё получила награды на других конкурсах. Фотография Кексгольмского полка хранит множество секретов и обладает удивительным свойством. Её можно разглядывать бесконечно. Автор снимка наверняка не задумывался, какой интерес его работа вызовет у общественности. Да что и говорить. Для современных фотографов этот стимул стремится выходить за рамки возможного и создавать нечто уникальное, чтобы через десятки лет над работой также спорило множество людей. Друзья, а какую эмоцию вызвал у вас этот снимок? Попадались ли вам похожие истории? Обязательно напишите свои ответы в комментариях. Ну а на сегодня это всё. Оценивайте это видео, если оно вам понравилось. До скорого и пока!